У каждого свое представление о счастье. К нему ведут разные дороги. Оно складывается из разных деталей. И мы хотим узнать, из чего же складывается деревенское счастье. Вдоль русла реки Кача расположено множество поселков. Синапная – самое последнее перед горами. Тут заканчивается и асфальт, и привычная цивилизация. Но здесь очень плодородная земля. Так что в советские времена в долине было много фруктовых садов. И, конечно, большой колхоз. Сегодня садов нет. Почти нет. Жители Синапного занимаются выращиванием овощей и фруктов, но в основном не для продажи. Так что нынешнее главное достояние Синапного – это живописные виды гор и чистейшая экология. Фермерам и коровам здесь живется хорошо. Впрочем, они сами расскажут. Деревня сейчас нужна как никогда, потому что с таким активным использованием молодежью и интернетом какое-то развращенное общество, по-моему, формируется. И деревня как раз лекарство от этого. Все было в жизни. И магазины, и рестораны, и виноделием занимался. Делали вино ординарное. И так я устал от этой грязной коммерции, что потянул на что-то чистое и настоящее. Труд тяжелый, когда ты работаешь где-то в офисе. Тебе обижают, оскорбляют и все по часам заставляют делать. Я могу пойти домой и полдня читать про коров и про сыр полезные статьи. И никто мне не прикажет делать другого. Свобода. Физический труд не напрягает. Я хочу, работаю, хочу, не работаю. Я свободен. Вот это главное. Вот слева от нас, вон, коровки мои пасутся. Видно на дамбе пастбище. Видите, вдалеке. У каждой коровы свой характер, да. Коровы, они, как и люди, разные. Слабо, что в России можно покупать земли. Люди за последний год по нашей дороге до Бахачесарая участков 15, наверное, люди купили, загородили, посадили кто орехи, кто огурцы, кто клубнику, кто молодой сад. В этом плане развитие как бы есть. Не все ведут натуральное хозяйство. Опрыскивание, гербициды, удобрения, яды. Красивый продукт, но он далеко не всегда натуральный. Сельские люди хотят работать сами на себя, они почувствовали свободу. Очень благородное место. Я пять лет выбирал участок, объехал весь наш Крым. Ну, естественно, не степной. Очень много факторов. Какие-то коммуникации должны быть на ферме. Видите, плохенький асфальт, он есть. Электричество, вот оно какое-никакое, оно есть. Я первые два года жил без электричества на генераторе. И доил, и жил без света. Ну, вот недавно, год назад, появился свет большими трудами, слава богу. Интернет у нас появился, мы траншею Синапного прокопали километр. Вы же не прям сразу, да, жили на ферме. Была какая-то жизнь до нее? Да, вроде была. Это с детства все заложено. Просто жил и учился в городе, а на каникулы уезжал к бабушке, в честь которой названа ферма Нюся. Она была большим тружеником, была ветеринаром главного района. Оттуда любовь к деревне не появилась, мне там было хорошо. Запах молока, навоза. И причина пребывания моего здесь не одна, но одна из основных, чтобы кормить семью хорошими продуктами своими. Я сперва приехал сюда и завел сразу все. У меня были пчелы, кролики, утки, куры. Коровы появились практически сразу. Но потом я понял, что за коровами очень сложный уход. И я от всего практически избавился. Ох, мои хорошие, заговорили. И теперь держу только то с коровами, что легко и непринужденно. Ну, гусь и утки, они совершенно нетребовательные. В шесть встаем, в семь часов у нас начинается дойка. В семь мы тут собираемся, доим, чистим корову. В восемь коров уходит на пастбище, в шесть приходят. В семь дойка. Из этого молока мы варим сыр. И молоко должно быть сыропригодное, чистое очень. Когда корова отелилась, надо доить часто. Потом, когда уже ближе к следующему отелу, надо реже ее доить. Сейчас доим всех коров. Три дойных у нас сейчас. Два раза в день всего. Ну вот, с уинком. А вот с гусям и утям. Культурно кушать. По телевизору было показывать. Все, гуси прогоняют. Кто-то не успел. Ферма это же не только коровы. Наверное, есть еще много чего на ферме. Чем занимаетесь еще? Да, много чего. Вот наш молодой сад. Посмотрим сад, да? Здесь необычно дикие места. У нас даже на наших четырех гектарах здесь забора нет. Поэтому происходит иногда такие вещи, когда посадили мы четыре года назад сад. Два года выращивали, поливали у каждые три дня. А потом пришло четыре зайца, даже их люди видели. И съели все 65 деревьев. Вот этот сад уже пересаженный. Вот ему нет еще двух лет. Мы тщательнее стали ухаживать. Навоз, полив. И вот он, видите, за меньше чем два года поднялся заново. Не растут здесь персики, черешни и абрикосы, потому что в мае еще бывает у нас морозы, минус 10 и даже выше. Поехали кататься. Это корова великолепная. Да, это дочка, вон ее мама. Не корова, конечно, телочка еще. Молоденькая, ей месяцев 8, наверное. Около 8 месяцев. Вот, это ее мама будет рожать через 3 месяца нам еще, дай бог, телочку. А это ее сестренка, подружка, Розалета. Она розовая-розовая такая родилась. Розалета, иди целоваться. Розалета. Розалета. Ты что, голодная? Розочка. Расскажите, как Фидель помогает? Он мешает, он не помогает. Он мешает, они все делят власть. Вот, Розалета, ее мама печенька, вон, большая такая, самая высокая наша корова. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Знаете пословица, четко сработала. Корова-невеста, она когда в охоту приходит, она бросает все стадо и бегом в село к женихам. Два раза мы ее на той неделе ловили, еле отбили от быков местных. Признаки чистой породы. Вот видите, колечко такое на носу, беленькое, беленькие ушки у нас такие. Здесь в охолке, зачем она целоваться хочет? Бить светлая полоса, вот здесь у нас, видите, у каждой коровки есть светлая полоска. Порода швидская. Я говорил, что необычное молоко, оттуда пал выбор на этих коров. Казеин группы ББ, хороший сыр получается. Коровы здоровые, неприхотливые, молочно-мясного направления, они очень крупные. Больше 700 килограмм взрослые особи у меня. Вы видите их, они иногда порой больше лошадей. Немножко напоминает наша местность Альпы, где-то, и они оттуда родом, поэтому по составу травы, их зубкам хорошо, и копытам, суставам тоже. Корова очень нежное животное, оно всю свою жизнь беременное, поэтому, как ребенок, за ним очень тщательный уход. Она ведь отелилась, 2-3 месяца она снова беременеет. Такая у нее жизнь. На первом отеле коровки нам давали по 25 литров в день, первые месяцы. На втором отеле основные коровки наши давали в этом году уже по 30 литров молока. Вон они все пошли, невеста все за печенькой пошли, и Тося пошла. Все пошли. Ну пойдемте, кто за коровами. Мы сегодня будем варить сыр гауда. Вы представляли еще такой рецепт по изготовлению сыра гауда, можете посмотреть на сложность его. Мы молоко попастерилизовали, давайте заглянем туда. Это оно постерилизованное, охлажденное молоко. Пастеризация мягкая, 64 градуса, 30 минут. Первые полгода мы делали много ошибок. В основном из-за недостатка знаний и приборов необходимых. Сейчас уже мы варим спокойно, почти точно попадаем в рецепт. Только боженька и расчеты математические. Сейчас мы проверим, готов ли наш сгусток. Определим его на чистый скол. Проверяется оно вот таким образом. Вот видите, как ровно раскололся сгусток, значит он готов, его можно резать. Итальянцы приедут, побьют, что у нас вкуснее. Мы начинаем вымешивать зерно. Все не так просто, как кажется. Порезать, допустим, сырный сгусток или вымешивать. Я не просто так болтыхаю палкой. Движения все правильные, равномерные. Видите, зерно стало разбираться на кусочки. Я могу ее уже разобрать. Нету тянущихся кусочков. Вот теперь на определенную упругость на вкус. Я вам сейчас дам попробовать сырного зерна. Молочного, молоденького. Это магия. Сливочного вкуса много, да? Вот немножко нужно сейчас выдавить воздух с сырного зерна. Бульбушки красивые. Вот наша замечательная гауда. Посмотрите, как много. Семь головочек сыра сейчас у нас получится. Получился хороший выход. Теперь она будет прессоваться. Определенное количество времени. Первый переворот сделаем, когда основные струйки, сыворотки перестанут стекать. Ну вот, капельки пойдут перевернем. Переоденем в марле его. В 4 утра я приду, померяю кислотность. Положим солиться. Все. Но труда еще впереди. Два с половиной месяца. И тогда будем его кушать. Здесь вызревают наши сыры. Здесь их уже около тонн, например. Пять видов сыра. Сыр качото. Простой, классический, ежедневный сыр. Это мы недавно начали делать гауду. Справа лежит сыр канистрата. Итальянский сыр с подплавлением легкой сырной массы. Три дня назад мы сделали свой первый пармезан. Головка. 12-килограммовая. Да, и лежать ему в этом помещении ровно 12 месяцев, чтобы его можно было попробовать. Свежие головки ежедневно должны перевернуться. Чуть повзрослее головки переворачиваются. Раз в три дня, потом в неделю. После примерно 30 дней выдержки сыры обтираются оливковым маслом. Каждая головка обтирается. Немножко подсыхает. По большому счету сыры делятся на две категории вкуса. Это сладко-сливочный и острый ореховый. Все это достигается заквасками разными. Я решил, что буду делать сыр такого вкуса, который мне нравится. И такой пластичности, как мне нравится. Чем больше кушаешь сыр, тем и вкусы меняются тоже. Вот я раньше совершенно не любил пармезан. А сейчас я очень мечтаю его попробовать. Я думаю, что мне и понравится. Хоть он крошливый такой, грубый, сильно острый. Есть мечта иметь свой фирменный магазин на набережной Велти. Чтобы выглядел он вот так же, как этот замечательный магазин в Пьенце. Это столица нас считается сыроделия в Италии. Я прям вижу, вот такой точно у нас будет магазин, где продаются колбасы, сыр, оливковое масло. Там будет просто написано, что это замечательный натуральный сыр, сделанный собственного молока, породистых коров. Вот прям такая выиска, и будет огромное висеть. Иногда приезжают ко мне на экскурсию, люди смотрят на коровок. Деревенский кайф. Личная свобода. Хорошие продукты. Я счастлив, что моя семья кушает эти замечательные продукты. Настоящая жизнь еще здесь впереди. Есть замечательная невеста. Городская, она удивительно очень любит деревню, когда она будет со мной тут находиться постоянно, когда у нас появятся дети. Вот тогда начнется настоящая жизнь, уже будет пройдено все самое сложное. Я не хочу слишком сильно развиваться, потому что в конечном итоге у меня не стоит коммерческая задача, чтобы зарабатывать здесь деньги большие. Мне нужно зарабатывать совсем чуть-чуть, для того, чтобы ферма постоянно развивалась. Для этого зарабатывать я хочу. А так больше хочу воспитывать здесь своих детей, своих племянников, приучать к труду, кушать натуральные продукты, ими кормить семью. Вот такие мои планы. Деревенское счастье. Момент отела коровы, когда рождается телочка, когда тянешь за копыта, и уже думаешь, по-моему, телочка, ножки у нее потоньше копытца, и когда она появляется, и видишь у нее маленькое вымя прекрасное, тогда огромное счастье. Далеко-далеко, за полями, лесополосами, реками и городами, почти на берегу Севаша, это Ровенки. Раньше село называлось Кырк, что значит на тюркском 40. Наверное, 40 дворов тут было когда-то. Основано оно было немцами из бердянских колоний больше ста лет назад. Сегодня здесь три улицы, 40 лет победы, новая и парковая. И всего чуть больше трех сотен жителей. И вовсе не край географии, а, быть может, будущий центр крымского садоводства. По крайней мере, здесь живет человек, который может такое будущее приблизить. Продукты питания, экологические или какие-то даже, оно все равно их не заменишь. Население растет, и все равно будет это будущее именно за продукцию натуральной, которая выращивается. А в Крыму надо развивать, потому что если не будем мы развивать, то это будет заниматься. Это просто привезут с других стран, да и все. И мы обратно будем сидеть от доходов от нефти. Я буквально с 15 лет занялся пчелами, и как бы другого направления я не видел в себе, в жизни даже такого более профессионального. Ну, в дальнейшем я уже когда это освоил, это более профессию, потому что захотелось небольшого разнообразия. Просто куда-то деньги надо было влаживать, поэтому захотели сад посадить. Мы занимались, арбузы начали выращивать, занимались землей. Вот на этом поле, кстати, тоже выращивали, в тех краях особенно. Тут Зольники, бывшая деревня, хорошо росли. Была Днепровская вода, открывали, как бы платили за гектар мы. Уже знали, на что идти. Ну, хотя не ожидал я, что так будет тяжело. Мы думали просто, да, сейчас посадим первый гектар, будем, ну, поливай там, да, ухаживай. Как начали? Начало расшатывать их деревья, колушки, пропадало. С первого гектара у нас половина, можно сказать, не вышла. Культуру мы разные использовали. От яблони, персики, нектарины, айвана. Это была для нас новая, хотя родители были, когда при колхозе здесь еще, СССР, были вокруг нашей территории сады. Были огромные сады, потому что здесь все поливалось. И эти сады, они, как бы, хорошо были развиты. Но в настоящее время тут уже их не осталось. Можно сказать, это мой единственный сад, который в ближайшей, в радиусе 20 километров, можно сказать, в советском районе такой. Так и со стороны человеку-несведущему может показаться, что все просто. Но если узнать, что по большому счету огромным садом занимаются два человека круглый год, и днем, и ночью, обрезка, полив, из десяток других мелких и крупных, важных и не очень дел, то становится понятно, почему сегодня в Крыму подобных садов совсем немного. Яблони у нас были и такие стаи сорта, очень много встречалось, как Семиренко, и Кандиль, Синап, потом Рэд был. Ну, все, это есть до сих пор. Я хотел вам показать, как дерево, вот это молодой сорт ранних яблок. У него и хорошая энергия роста, и буквально такой прирост он дал за год. Это Вестабела, это ранний сорт, в этом году он у нас давал первые яблоки, первого июля. Вот Гольден тоже, вот молодые, вот некоторые деревья, которые мы садили, были очень некачественные саженцы, и они буквально болеют. Этому дереву уже 8 лет, но оно буквально не выросло. И вот мы уже ему замену посадили, которая в дальнейшем, она будет расти, возможно, лучше его. И это просто дерево уберется, а то оставит. Земля здесь хорошая, здесь особого ухода нет, только полив. Опрыскивание, как все саженцы, и опрыскивают, так уже деревья, им хватает этого. Некоторые говорят, вы осенью сажать, я больше отдаю предпочтение февралю. Потому что всю зиму он будет стоять, а эффекты тоже самые будут. У нас февраль бывает теплый, март можно посадить, главное полив. У нас отключили воду, когда Днепровскую. Пришлось два года назад отпрыгнули мы, получается. Пока все наладили, вроде бы приходила вода. В этом году по каналу уже не пришла даже. Начали опять мучиться. Посевы пошли засуха, вот как бы вложили селиту, все посадили. А потом высохло все. Без Северокрымского канала из отрасли ушли многие сельхозкультуры. Сегодня эта проблема по-прежнему не решена. Варианты есть. Опреснение, артезианские источники, перевод воды из крымских водохранилищ. Только основной объем воды идет для питьевых нужд. Сельхозугодьям по-прежнему не хватает. Скажите, вот сейчас в канале нет воды, уже давно нет. Ну как с этим быть? Да, когда мы сажали этот сад, вода по этому каналу, у нас самотеком здесь поливался сад. У нас проблем не было, конечно. В дальнейшем потом у нас в этом канале уже вода осталась, тут уже не было. Мы качали трактором этим, поливали. Потом уже и туда вода не стала приходить. Мы уже скважину пробили. И вот у нас трубы проложены под землей. И со скважины качаем, фильтры стоят. По этой трубе вода идет под землю. И вот под каждый рядочек выходит шлангочка у нас. Каждая трубка и дозатор поливается. С 11 утра получается и до 6 вечера мы не поливаем жарко. А вот так ночью каждые 3 часа надо заправлять 3,5 помпу. Я уже приучил себя так спать, что вот за 5 минут я засыпаю, если мне надо. И свой будильник, воды пью, полтора литра выпиваю воды, я знаю, что через 2 часа я проснусь. И все. Вот так вот я все лето и ночью пол... но я в обед сплю. Ну, на основном она не большая скважина, это как бы, можно сказать, временно. С этой скважины вода не очень такая хорошая. Ну, просто выхода не было или он полностью засохнет. Вот те же персики, нектарин, они буквально за май еще они уже начали осыпать весь лист почти. И миндаль даже есть с грецким орехом. Это мы так для разнообразия садили. В этом году у нас немножко он подмерз сильно. Холода не вредны. Вредны вот таким, как нектаринам. Если будет больше 23 мороза, вымерзнуть полностью, как бы рискованное дело. Ну, ценятся они, потому что они везде растут. Весной, когда начинает свисти он, получается, мы завозим мешки соломой, разлаживаем через каждых 3-4 дерева. И вот утром рано выезжаем, даже с 2 часов, и следим за градусами. Если начинает замороза браться, начинаем подпаливать, дымим. Но зато, когда вот так спасаешь, когда дымишь, много где вымерзает. А у нас, получается, остается, ну, не все, как бы с мешками тоже все не спасешь, хоть как полей. Сейчас вообще потенциал для развития есть. Ну, мне кажется, большинство людей уже просто отвыкли работать. При колхозе их всех заставляли, люди уже вникают, впитываются в эту работу. А сейчас большинство привыкли просто жаловаться, ждут, когда им где-то хорошую работу, или что-то поработал, день или два, неделю отдыхать. Ну, такого не бывает в селе, потому что сколько вот я работаю, я буквально не зарабатываю, потому что все же мы следом же отдаем эти деньги. Куда-то вложили, вот лажили-лажили весь год, а потом буквально засуха все эти деньги просто съела. Сегодня есть способы, когда помочь решить проблему может государство, а именно система грантовых программ. Первая программа, которая участвовала, это грантовая программа была для начинающих фермеров. Я участвовал в направлении садоводства, там выделились мне потребности, было около миллиона. купили трактор МТЖ 320 и опрыскиватель садовый. Я не учился, я пчеловодством собирался заниматься, я как-то на агрономии меня не особо интересовало сильно. Образование этого не препятствие, сейчас интернет, он можно многому чему научиться, очень много литературы, которую мы будем познавать. Но вот мне что-то надо вопрос какой-то даже по обработке сада. Быстро посмотрел в интернете препарат, как, сколько, нормы, где, что. Все, я уже через час могу ехать куплять, его обрабатывать. Лет 8-10 назад ездил в Севастополь, подрабатывал, не хватало на развитие денег, как бы. Я хотел и там жить. Ну, как бы, и тут свое не бросишь ничего, уже столько труда вложено, а назад пути нема. Уже до последнего выкарабкаешься, мучаешься, ночами не спишь. У меня племянника, он ему 14 лет, он тоже, ему такое желание очень интересуется техникой, сельской жизнью. Ну, я так вот, в другой раз хочется, как бы, вроде хорошо это, да, а с другой стороны, это же будет постоянно работать, он ничего не будет видеть. Нравится эта сельская жизнь. Чем ты занимаешься? Какую помощь оказываешь? Собираю яблоки, всякие фрукты, помогаю в различных работах земледелия. Ну, на мой взгляд, не хочется уезжать из села. В селе много разных интересностей, все-таки сельская жизнь. Я уже заинтересованный с ранних лет сельскохозяйственной техникой, и мне в селе больше нравится то, что много различной техники. Эта техника такая более эффективная в том плане, что она не топчет землю. Гусеничный, он более равномерно распределяет нагрузку. И им в саду удобно обрабатывать между рядами. Я его переделал. Вообще, тут кабина, это кабина МТЗовская. У меня в саду очень узко деревья. Если шелка кабина, она отбивает яблоки. И эту я сделал узенькую, и мне удобно, что я как раз в саду прохожу и не отбивается. Чего ты гавкаешь? Ничего. Бестолковый. Раньше эта территория была бывшая конюшня. Тут разводили. Но потом мы уже коней уже давно не держали. И мы переоборудовали его под склад. Вот это да. Да. Здесь и там мы мед качаем. Тоже помещение жилое было. Оборудовали, тоже обделали. Ну и зерно храним. Это очень мало, потому что при том количестве гектар, которые у меня были, мне тут буквально вот это запои отдать. Это посеется. И еще вот это тоже посеется. И буквально уже на корме остается. Я вам покажу здесь. Выращивается птица. Вроде казалось миролюбимая, но такой шум поднимает. Ночью не дает спать. Мы держали в том отделении, где было впереди. Но сейчас их перенаправили в это отделение. те, кто спят в этом отделении дома, не очень довольны. Было больше сотни было. Сейчас немножко уменьшилось, потому что пчелы их немножко с ними конфликтует. И бывали года, когда вот именно разозлят, гуси их тоже любят злить. Они приходят в улик и начинают его щипать, дергать этот улик. И потом челы вылазят и начинают их кусать. И бывало кусалок до полстада убивали за раз. Кто в итоге победил? Ну, я думаю, пчелы. Пчелы остались, а гуси меньше стали. Вот пчелы сейчас при зиме облет делают, потому что они уже мед основы не носят осенью, но еще готовятся. Есть такие проблемы у них сейчас начали возникать. То меда не носят, то еще болезни и то травили. Даже обработка пестицидами многие хозяйства обрабатывают и даже не предупреждают. Собачка это курсхар. Один у меня еще гончак есть, но в саду осторожить. Он добрый. Ух ты, какой хороший. Как зовут? Рой. Он такой хитрый, но он более по птице работает на охоте, любит. И кого он у вас ловит? Укропаток любите. Вы не должны от животных отказываться, тем более это же друг преданный. Он ее никогда не бросит. Он любит, чтобы его погладить. Мне некогда ему время уделять. Меня никогда не тянуло ни в город, и я как-то более домашний. Если человек привык уже к такому движению, ритму, энергичному, тогда да, ему может тяжело будет сразу в это. Здесь, в деревне некуда будет пойти. Буквально. Даже в советском все вечер, темнело, все уже никого нет. Стресс появляется когда какие-то проблемы, и которым тяжело справиться. Они загоняют человека в тупик. можете от этого стресс. Я по характеру стараюсь более пропускать, потому что все равно через день-два уже будем смотреть на эту проблему по-другому. Вот если именно так смотреть, то может как раз стресса не будет. Если не будешь любить эту работу, ничего не будет. Хоть я как любил тут смотреть, если честно, я не ожидал, что так тяжело будет это все. Отсутствие суеты, никуда не стоит спешить. Захотел, можно любой утром рано встал, поехал по полям, по каме себе проехал, посмотрел, как растет, где сходит, в сад заехал, посмотрел, прошелся по всем деревьям, потому что мне не только надо именно работать. Природа, если к ней подходить с любовью, она приносит радость жизни. И уже смысл жизни остался. В дальнейшем я не вижу более смысла, чем это уже. это уже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!